Добрый день, Анастасия! Очень тяжело переживаем, потому что театры вообще не могут быть без зрителя. И в любом случае это большие потери для театра, как и творческие, как и финансовые, как и человеческие. И переживаем мы всю эту историю очень-очень-очень тяжело. И, конечно, это такой сложный период. Мы надеемся, конечно, что он будет не такой долгий. Но мы ушли в онлайн. У нас идет показ десяти спектаклей наших. Сегодня один из спектаклей выходит в определенное время по афише. Они выходят, зрители смотрят. И мы репетируем, потому что мы не можем работать заочно. Мы не можем работать на удаленке. Артист должен репетировать живую, друг с другом. Конечно, мы применяем все меры предосторожности, которые нам рекомендуют врачи. И моем руки, и там, когда надо, баски артисты носят в электричке, чтобы мало ли что не случилось. Ездят в машинах. Ну, в общем, мы, конечно, очень тяжело переживаем. Мы надеемся как можно скорее вернуться к зрителю в оффлайн-режиме. Сложно ли было переходить на такой режим онлайн для вас? Ну, у нас были опыты онлайн-трансляции наших спектаклей. Не было такого масштабного показа. Потому что все равно театр должен быть живой. В любом случае, создание спектакля на сцене, это каждый раз, когда зритель садится, это, конечно, отдельное чудо. Да, у нас идут репетиции, да, мы готовимся, но все равно каждый новый спектакль, пусть он идет в 200-й раз, это каждый раз новый спектакль. Это создание отдельного чуда. Поэтому, конечно, сейчас мы чувствуем себя немножечко склонно, можно так сказать. Но, с другой стороны, это эти возможности, чтобы как можно больше зрителей, кто сейчас не может выйти, не может пойти в театр, увидели наши спектакли, когда закончится период закрытия массовых мероприятий, когда закончится вот этот сложный период, пришли к нам в зал и захотели пересмотреть эти спектакли уже в их живом, так сказать, виде. То есть это будет такой своеобразной затравочкой, да, как демо-версия настоящего спектакля? Нет, это настоящий спектакль. Это хорошая съемка, кстати, большинство снятых в вашей телекомпании, за что большое спасибо пушкинскому телевидению. Нет, это качественный спектакль, это увлекательно, можно смотреть. Но просто мы надеемся, что это будет дополнительной мотивацией прихода в театр, в наш театр, в другой театр. Возможно, кто-то сядет, посмотрит, увидит и поймет, что в театре тоже интересно, да, кто никогда не ходил. Вот, то есть мне кажется, что это вот так. Ну да, это такая возможность приобщиться к театру, даже для тех, кто никогда в нем, может быть, не был или не часто ходит. Может быть, потом остается своеобразной затравочкой для того, чтобы ощутить настоящую атмосферу театрального спектакля. Да, именно того театрального зала, когда ты садишься в кресло, когда звучат три звонка, гастет свет, открывается задвес и создается театральное чудо. А после в буфете ждут бутерброды с лососем. Ну, или пирожные для детей. Мы больше играем для детей в наш театр, поэтому у нас скорее это пирожные, конфеты и более вкусные какие-то вещи. Вот как раз наш следующий вопрос. Какие спектакли ставили в этом сезоне? Были ли отклонения от привычной детской тематики? Ну, на сегодняшний день мы идем по графику постановочному. Мы поставили спектакль «Новое приключение в Простоквашино». Как нам кажется, вполне успешный. Там был некий довольно большой прорыв по качественным декорациям двухэтажным. Мы постарались сделать большие декорации. С нами стал работать замечательный театральный художник Надежда Яшина. Это известный московский, но и российский театральный художник. Мы сделали первый спектакль, сейчас делаем второй. И сейчас мы уже готовимся взрослый спектакль ставить. Ну, пока мы идем по графику, ну, возможно, в этой ситуации, конечно, какие-то сбои будут. Потому что, так как не показывают спектакли, у нас очень сложно с постановочными средствами, именно расходами. Я надеюсь, что, возможно, засмотрят наши пушкинские бизнесмены и помогут театру с материалами, там, с фанерой нам это сейчас все очень нужно, фанеры, ткани, нам все-все-все нужно. И тогда мы, наверное, сможем еще что-то поставить, у кого-нибудь двух спектаклей, которые мы точно в этом сезоне сделаем. Хочется еще? Ну, посмотрим. Ваши ожидания от этого театрального сезона оправдались или нет? Очень успешная была первая половина. Состоялись все запланированные гастроли. Это гастроли в Германии, о чем уже и ваш телеканал показывал, и зрители хорошо знают. Это 26 городов. Мы успели до всех закрытий границ проехаться. Где-то залы были средние, где-то были полные залы, но Пушкинский театр проехал везде. Это гастроли в город Бадайбой, Иркутской области, которые очень успешно состоялись. И надо сказать, что они будут опять в следующем сезоне. Нас опять пригласили наши друзья из компании «Полюс золота», «Лензолота добыча» приехать опять в город Бадайбой в декабре уже этого года. Пока не состоялись гастроли в Смоленской области, они немножко отложились на год. Ну, вот в силу ряда причин. И, конечно, сейчас спектаклей нету, поэтому мы должны были участвовать. 18 апреля в фестивале в городе Дмитриеве, интересный фестиваль. Но вот его отменили, поэтому пока мы репетируем. Пока, ну, в общем, на самом деле, до всей этой ситуации с отменой спектакля, мы шли, в общем, по графику. То есть, и сезон этот, мне кажется, для театра вполне удачный. Я думаю, что этот период вынужденного расставания со зрителями мы посвятим репетициям и ближайшие встречи в онлайн-режимах, в том числе и оперные наши концерты. Театральные университеты. Расскажите о тех, кто служит в вашем театре. У нас в театре служат профессиональные артисты. Это артисты, окончившие, ну, в первую очередь, ГИТИС, РАТИИ, факультет музыкального театра, это наш профильный факультет. Это артисты, окончившие вокальное отделение Московского института культуры, Академия имени Маймонида. Это оперная деятельность, это Гнесинка, конечно. Это артисты музыкального театра в первую очередь. Но, конечно, есть у нас артисты драматические, которые менее поющие. И это вот большой набор нашей молодежи, которая в этом году заканчивает Институт театрального искусства курса Александра Сергеевича Пашутина. Они уже отыграли спектакль «Простоквашина», и сейчас они пока в эпизодах, вот в нашем спектакле, о котором мы, наверное, с вами еще поговорим. Это артисты профессиональные и театр профессиональный. Это очень важно, потому что все-таки школа, академия театральная, да, она дает базовые навыки артиста. Есть замечательные артисты, кто выходит в той же самодеятельности, но мы на них смотрим, и они совершенно одинаковые в каждом спектакле. Хотя где-то яркие. Почему? Потому что есть понятие «школа», «Стема Станиславского», «Стема Чехова», «Биомеханика Мейнхольда», они дают основу, да, ну, то есть как в армии, да, дают вот на строевой шаг, да, строевая подготовка, боевая подготовка. У нас такая же есть школа, такая же боевая подготовка, это вот актерская механика, актерская моторика, то, чем учат первый и второй курсы театрального вуза. Поэтому это очень важно. А дальше все зависит от мастера курса, кто у кого учился. Хороший мастер курса, очень хороший артист выходит. Мастер курса меньше уделял внимание артисту, приходится научить в театре. Такие случаи у нас тоже есть. В этом сезоне у вас увеличился штат? Кто-то к вам пришел, новый актер? Мы пока театр не будем спали, мы работаем всем по контрактам с артистами, что, конечно, сокращает наши творческие возможности и сокращает возможности учреждения округа. Ну, конечно, у нас плюс шесть новых артистов, включая Светлану Галку, замечательную артистку, комедийную. Это Евгений Башилыков, прекраснейший артист мюзиклов, работший в Норд-Осте и во многих театрах. Один из лучших московских степистов. То есть это такое у нас, конечно, плюс шесть человек. Мы говорим Пушкинский музыкальный театр, но хотелось бы говорить Пушкинский муниципальный театр. Скажите, что этот статус даст вам и округу? Ну, театр ждет этот статус уже 12 лет. Статус дает, во-первых, это артисты, работающие в штате, все-таки театра. И мы даем это больший объем выпускаемых спектаклей, это более низкие цены на билеты, это более разнообразный репертуар, это большая возможность обслуживания зрителей как в округе, так и во всей области. И это, что очень важная история, это участие в федеральных программах, да, культура, культура, да, это программа, культурная среда, потому что мы работаем для детей, а это возможности реконструкции театральных зданий. Это программа, конечно, Единая Россия, культура малых городов. Это потрясающая программа, в которой участвуют театры до 300 тысяч жителей городских округов, да, которые мы по программе получаем 2-3, можем получать и округ, 2-3 миллиона в год на новые спектакли. А это 3-4 новых спектакля, и детских, и взрослых. Это программа театра детям, профессионально для театров, работающих с детьми, на оборудование. Это новые микрофоны, это новые экраны, это новые костюмы, это новый там мобильный сцент. То есть это округ и театр могут за счет того, что будет театр муниципальный, получать где-то дополнительно 4-5-6 миллионов в год на спектакли и оборудование за счет средств федерального и областного бюджета. А так как мы театр уникальный, музыкальный, но рабочий для детей и юношества, да, мы участвуем сразу в нескольких программах, можем участвовать. Это вот такой большой объем, ну и, конечно, это более регулярный репертуар, да, и это другие ценные билеты, и это возможность бесплатных входов, и это большие возможности по обслуживанию поселков, сел, округа, куда театр профессиональный, коммерческий не приедет, потому что это просто невыгодно. А мы по муниципальному заданию сможем это обслуживать и концертами, и спектаклями, и привозить к зрителям, и ветеранам, и пенсионерам в первую очередь, и к детям, да, кого иногда и не вывезешь далеко, да, потому что настоящее искусство. Ну что мешает получить этот статус? Уже 12 лет вы бьетесь, и почему нет света в конце туннеля? Ну, я думаю, что на самом деле мы сейчас очень хорошие отношения к театру. И у Михаила Феоргиевича Перцева, и у Оксаны Викторовича Медевой, и наши коллеги это поддерживают. Я очень надеюсь, что этот прорыв случится в ближайшие месяцы. И в этой ситуации, когда вот мы лишены всех доходов, мы не можем поддерживать театр за счет спектаклей. Единственная надежда наша – это муниципалитет и театр, чтобы был муниципалем. Иначе просто театр прекратит свое существование. А это нам никому не хочется. Мы просто в этой ситуации не выживем без поддержки муниципалитета. Знаете, когда-то 79 лет назад в блокадном Ленинграде работал театр музыкальной комедии, театр того же жадра, что и мы. Вот бомбежку, в голод артисты выходили на сцену. И одновременно в блокадном Ленинграде был создан блокадный театр, сейчас нам всем известный, как театр Ремника Мессаржевской. Собрали артистов, чтобы выжил театр. Тогда смогли это сделать. Но у нас-то все-таки, мы-то живем в гораздо лучшей истории. Поэтому я надеюсь, что, конечно, руководство нас поддержит, и оно поддерживает. Это решение назрело. Его поддерживает и общественность, и ветераны, и многодетные семьи, и депутаты нас тоже поддерживают. Потому что и по программе правительства России, знаете, есть такие нормативы, да? Вот в городах, в городских кругах от 100 тысяч должен быть один будет спальный театр. Да, то есть, я думаю, что сейчас это просто общее, уже общее желание, общая потребность. И я надеюсь, и очень обращаясь к нашему руководству, я надеюсь, что все-таки мы это в ближайшие месяцы сделаем. Впереди 9 мая, 75-летие Победы. Скажите, что театр готовит к этому празднику? Мы готовим Севастопольский вальс. У нас была уже концертная версия несколько лет назад, где-то 5 лет назад. Но сейчас мы делаем уже большую версию постановки. Вот мы с вами общаемся, идет репетиция. Это очень серьезный оперетт, это 15 артистов занято. Это достаточно приличный постановочный бюджет. Это спектакль о войне, о любви и о мире. Первое действие проходит в Севастополе на Инкербанских высотах, где моряки, сошедшие с кораблей, защищают легендарный город. А второе действие проходит уже в мирном Севастополе, где эти же моряки выжили, создают новую жизнь. Вот такая вот, опять же, появляется любовь, ну и мирное время. И как раз, чем хорош вообще музыкальный театр и Севастопольский вальс? Ведь у нас нет смертей. Война – это тяжелая смерть, но мы даем надежду, мы даем вдохновение, мы даем патриотизм и мы даем любовь. И мы показываем и рассказываем, что даже преодолев невероятные страдания, невероятную боль, гибель друзей, можно остаться человеком, можно любить и можно создавать свою родину, чтобы было лучше, краше. И вот об этом мы делаем Севастопольский вальс, который увидят и жители Пушкина, и жители наших поселков, где ДК с большими сценами. И, конечно, 9 мая в 5 вечера на Новой набережной около Алых парусов будет показ Севастопольского вальса на фоне реки. И мне кажется, что это очень хороший проект, который смогут видеть все наши жители. То есть вам удалось найти динонсирование для этого? Ну, мы ищем это. Нам помогают дома культуры нашего округа, очень помогают дом культуры Ашукина, дом культуры строителей, дом культуры Пушкина, конечно. И помогают, мы надеемся, и помогают наши пушкинские бизнесмены. Мы еще тоже обращаемся. Нам пока еще не хватает немножко денег. И к зрителям, и к бизнесменам, пожалуйста, если есть возможность, у кого-то деревом, тканями, финансовыми возможностями, кто-то, может быть, нам оплатит пошив кулисы, кто-то там несколько костюмов матросских. Это мы еще собираем, но мы соберем, и мы это сделаем обязательно. Других вариантов у нас просто нет. И под конец такой больше философский вопрос. Расскажите, театры для зрителей, театры для актера, что это такое, чем они отличаются? Понимаете, для актеров театр – это жизнь. Это такой наркотик, где уже не очень важно даже, сколько ты получаешь. Хотя это, конечно, важно. Это то, что дает возможность не болеть. Это то, что дает возможность жить, растить. И то, что тебя… Ну, это жизнь для актеров. А для зрителей, мне кажется, это такое место, где ты можешь почувствовать себя другим. Где ты можешь прийти и окунуться в мир совсем иной жизни. Она может быть трагическая, она может быть комическая, может быть музыкальная. Но ты в этот момент полностью уходишь от своих проблем. Ты становишься чище, лучше, ты становишься другим, и ты отдыхаешь. Да, вот театр, когда, знаете, выключается свет, зажигается занавес, и у зрителя начинается другая жизнь. И вот эти несколько часов в театре, они дают здоровье, дают энергии и счастья больше, чем, может быть, какие-то там другие вещи. Мне кажется, для зрителей театр – жизнь тоже. И для зрителей театр – это тоже жизнь. Может быть, немножко другая. Но я думаю, счастливая. Борис, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо, Анастасия. А я напомню, что мы беседовали с Борисом Михайловичем Урецким, художественным руководителем Пушкинского музыкального театра, о том, как театр переживает это тяжелое время без зрителей. В студии была программа «Актуальное интервью». Меня зовут Анастасия Спирина. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok